В мою сумку хотите залезть. Я зашел на Немигу, да, в магазин торговый. Купил вот пасту, да. Вот лежит чек, да. Я сюда заходил, он взвенил этот турникет. И заходил, и выходил. Вот он с вами. Вы вызвали камеру. Сейчас пройдем по натуру. Досмотра вызваться турникетом. А зачем это нужно? Ну как зачем? По закону должно быть. Если у вас шумит что-то, да, и оно выяснится потом, что я честный человек, оплатил. Чек лежит, да. Все. А у вас это не работает. Просто будет на ваш магазин составлена жалоба, что у вас, так сказать, не работает. Зато у вас энскалатор не работает, а это работает, понимаете? Ну, это вопросы... Конечно, не... Это неважно. А что если, к примеру, гражданин Турции? Ну, к примеру. Ну, что тоже можно представиться? Ну, это не важно. Ибрагин. Иван Иванович. Ну, это я не знаю, кто вы, Ибрагин, не Ибрагин. Так сработка была? Ну да, была сработка. Пожалуйста. Она, когда я сюда заходил... Нет, 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 нет. Уже был вопрос. Никаких сумок никто открывать не будет. По закону. Пройдите, пожалуйста, с нами. Куда? Комнату досмотра. А на основании чего? Протокол досмотра составлять, если вы имеете право. Он будет составляться при досмотре. Нет, вы вызывайте без лишних. Вы не можете... А с нами вы можете пройти на основании подозрения в совершении кражи. Это же можно. А вы меня подозреваете в совершении кражи. Да. Я сюда заходил, ваш турникет работал, да? Как я мог что-то здесь, по вашим словам, положить? А что здесь? Вы в любой. А, в любом? Так посмотрите по видеокамерам. Я заходил в магазин и сразу поднялся в этот отдел. Это же видеокамера. Нет, вы должны... А мне не нужно. Вызывайте милиционера. Вы не милиционер. В комнате досмотры. Вы не имеете права никого никуда проводить. Вы охранник. У вас нет полномочий. Вы не сотрудник внутренних дел. Вот и все. Нет. Вы себе проблему делаете. Нет, нет, нет. Не надо. Не надо эти деревенские шутки. Кто кем проблемы делает? По закону должно быть. В карманах не надо шарить. Понимаете? И по сумкам. У меня лежат документы там. Все, никаких личных... Мы просто просили вас ее открыть. Ну, а давайте... Но они залазят туда. А вы можете карманы свои вывернуть? Нет. Нет, и я нет. Так карманы у вас никто не просит. Сумка, которая отреагировала... А может, не сумка отреагировала? Может, отреагировали мои вот эти замки, отреагировали. На куртке. Ну и все. По закону. По закону. Это, значит, пасту зашел купить. Понимаете? Вы что, в виде сюжет снимаете? Конечно, я снимаю сюжет. Ну, а как? Надо же задокументировать все. Конечно. Ну, что вы так... Не, вот смотрите. Вот вы создали мне проблему, допустим, да? Вам не вообще... Открыли, я заглянул, ничего не упадал. Не, ну, это, понимаете, это вот так вот... Ну, какие проблемы? В деревнях так. Давайте заглянем. А давайте, что у вас там? А что дома на полке лежит? А какую колбасу вы едите? Что будет такого? Придет милиционер, он имеет право. А вы нет. Это терпило. Это терпило открывает. Понимаете? Он говорит, открой. Терпило раз, а потом говорит, а штаны сними. И штаны снял, повернул. Все хорошо, прекрасно. Мужик, ты что, делать несколько? Какие терпило? Ты что несешь? А ты натыкаешь мне уже? Да. Ты мне тыкаешь? Да. А чего? Да хочу я так и тыкать. Хочешь тыкать, да? Да. Ну, тыкай. Здрожила, я сраный... Здравствуйте. Ну, сработала сумка. А почему вы мне тыкаете, скажите? Я же вам не тыкал. Иван вам ничего плохого не сказал, вы мне тыкаете. А я не должен выкать. А, выкать? Ну, ты хан, да? Получается. Получается хан, да? Если ты хан, ну, понимаешь, ну, я же не знаю. Если такие работают сотрудники на Немиге, пускай ваше руководство посмотрит. Пускай посмотрит. Ну, пускай посмотрит. Будешь искать другую работу, тогда. И все. А вы же... Здравствуйте, да, давайте. Вы заметили, что я не держу? Ну, все, иди отсюда. Давай, дергай потихоньку. Растахамишь. Мы с мужчиной поговорим. Да. Здравствуйте. А знаете, что снимается? Запрещено. Нет, общественное место. Общественное место. При исполнении, да. Президент Беларуси Александр Георгиевич Глашенко сказал, что работаю в милиции гласно. А вы не в курсе, что снимать можно? Глазно, можно. А почему сказать, что нельзя? Запрещено. А кем? Запрещено. Кем запрещено? Приказ у нас законно оборванного внутренних сделок. Запрещено снимать гражданам в общественном месте, да? В общественном месте нет. А мы где сейчас находимся? В общественном месте. Так, вы говорите, запрещено все-таки, да? Если находится внутри объектовый режим... Мне запрещено снимать, да? Вы уверены в этом? Нет, вы можете снимать. Но вы скажете, что нельзя. Вы сказали, что нельзя. Нет, если вы находились в внутри объектовом режиме... Не понял. Здесь запрещено снимать? Нет, здесь не запрещено. Так о чем мы говорим тогда? Все, хорошо. Видите, уже нет вопросов. Ну-ка, у вас ко мне вопросы. Вот у вас сработало... Ну да, я сюда заходил, у меня тоже сработало. И выходил с меня сработать. Вот видите, я купил две пасты, да? В зубных. Вот чек мой. Спокойно, да? Никого не трогаю. У вас есть вот эти видеокамеры. Я прямо в магазин зашел, поднялся по неработающему эскалатору. А вы проходили вместе с этими? С чем? С пастой? В сумочке. Ну как я могу пройти с пастой в сумочке, если я эту пасту купил вот в этом отделе и ее вот оплатил? Если вы нормальный человек, вы показали? Нет, если я нормальный человек, да, я спокойно захожу, и мне не хамят ваши... Я же ни с кем не ругался абсолютно, никому не хамил. Понятно. А почему ваш сотрудник охраны не стал тыкать? Ну не ваш, не милиционер, а вот этот. Ну не мог бы вас спросить? Нет, не, ну понятно, если хамы... Вот показали... Не-не-не, давайте так, смотрите. Вот у вас не работает турникет, да? Все-таки это столица, да? Тут ходят иностранные граждане, у нас тут чемпионаты всякие проводятся, да? Должно все работать нормально, по закону. Правильно? Работает... Ну как, не создает людям... Ну смотрите, ну кто-то вставит... Я же к вам... Вот к вам лично у меня нет претензий. Ну вы немножко закон не знаете, это ничего страшного. Будете знать теперь. Ну смотрите, не работает турникет, да? Человек зашел, купил пасту, да? И мне начинает вот вытрепывать нервы потихоньку. Мне уже нахамил охранник ваш. Я должен сумку показать. Зачем-то? Если вы считаете, да, что у вас все хорошо, все гладко, работает правильно, я потом просто напишу претензию. Нет, я вас завезу... Нет, вы составите протокол досмотра. Только так. Абсолютно. Все будет по закону. Надо сделать по закону. Вот мне нахамил, товарищ. Давайте. Все, вот есть свидетель, есть камеры. Сейчас все посмотрим, все. Никаких вопросов нет. Я же ни с кем не ругаюсь. Абсолютно. Снимать любой человек может. Нет, конечно, пожалуйста. В качестве собственной безопасности, мало ли чего. Такое ощущение. Короче, тут такое дело. Мужчина хотел приобрести пасту. Я ее приобрел. Я ее приобрел. Пасту. Ну, у него в сумочке звенит, короче. Вот паста. Вот касса. Вот я приобрел. Он приобрел, короче. А в сумочке звенит и говорит, досмотр, протокол досмотра, чтобы было, чтобы посмотреть, что-то у него в комнате. Только так. Только так. Извини, извини часто. Вот эта штучка. Они размагничивают. Ну, понятно. Я принципиально. Ну, достала вот это. Вот идея счета. Человек идет. Никого не трогает. Вечно что-то вот такое. Вот что-то надо вот кому-то. Понимаете? Почему? Это моя сумка. Это моя собственность. Понимаете? Я же вам вот скажу, а давайте мы вот посмотрим что-то у вас. А вот мне показалось. Зазвенел где-то что-то. Понимаете? Это неправильно. К людям надо, понимаете? Если это столица, центр города, это все-таки, ну, не деревня, да? Уже турникет можно починить этот. Понимаете? Претензии не к нам. Претензии... Ну, так я же... Ну, я говорю просто, я вообще... Ну, и вам донести тоже, понимаете? Потому что... Ну, как-то... Как-то... Не знаю. Вот, пожалуйста. Получил на это... А, видите, и там пищишь. Ну, такая вот классика жанра. Понимаете? Все пищит. Все пищит, все. Я просто принципиально. Я... Просто мне сделали проблему. Я сделаю проблему вот тому, кто вот это сделал. Проблему мне. И вот этому товарищу, который мне нахамил. Вот он ответит просто. И все. Хамить не надо просто. И все. Человек пришел, он не знает вообще кто, что, допустим. Не надо вместе, попрошу вас, пожалуйста. А мы в общественном месте, вы знаете. Не снимайте меня. Ну, это ваше частное мнение. Я вас говорю, не снимайте меня. А на основании чего? На основании, потому что я вам не даю разрешения. А мы в таком числе вообще с нами вместе, вы при исполнении находитесь. Да? Президент сказал, что работа милиции гласна. Пожалуйста. По конституции я имею право. Фиксировать я не снимаю, я фиксирую. В целях собственной, безоправно. Ну и правильно. А можно ваши данные попросить? А на основании чего? На основании того, что вы... Да, да. Основание какое? На основании чего? Ну, вы предъявляете какую-то претензию тогда мне, составляете протокол, я вам сразу предоставляю все данные. У меня паспорт с собой, все есть. Пожалуйста. Протокол надо. На основании чего я должен показать. Понимаете, вы смотрите, я зашел сюда. Вообще тихо, спокойно, расслаблено. Никого не трогал, да. Как вам лет? 30. А мне 46. Понимаете? Ну, вот вы не тыкаете, да. Хожу сюда, звенит вот эта штука, да. Чек купил. Мы в центре города, да, знаком. Ну, зачем вот это? Неужели не проще вот это взять? Я же знаю, что это просто специально сделано, чтобы на все звенело. Не, она на все не звенит. Ну, не знаю, на что она звенит, но это в нормальных магазинах нигде не звенит. Не, я не спорю, просто была эта техника, она была сразу не снимет. Я захожу сюда, звенит. Я выхожу, звенит. Я зашел сразу в этот отдел. Есть видео? Вы можете посмотреть. Нет, я не спорю. Нет, я понимаю. Ну, кстати... Вы ведь могли совершить, к примеру, кражу и в другой секции, правильно? Нет, вы могли совершить кражу в другой секции. Не надо вот так. Я знаю вот эти все... Вы бы могли... Нет, вы бы... Мог бы любой. Ну, так я говорю, к примеру... Я же... Я вам тоже... И вы бы могли, к примеру. Но я ничего не совершал. Я поднялся сразу в эту секцию. И у вас работают видеокамеры, то можно все посмотреть. А то, что звенит, вы мне хамите мужчина тоже говорит вот не снимайте вы же знаете отлично по закону что я имею право в общественном месте снимать фиксировать я понимаю вы не даете согласия вы можете в суд потом обратиться и все, никаких вопросов в этом нет а президент сказал, что работа милиции гласна и все должно быть для человека вот и все, и пожалуйста и ройтесь, ищите все, что хотите а я просто потом напишу, чтобы починили этот и выражу свою претензию вот и все выражу претензию и подам в суд еще вот и все это немного, две базовых по-моему подам в суд за то, что меня досматривали и пускай доказывают потом что я в чем-то виноват а я считаю, что мне моральный вред был причинен вот и все я же никому не хамил никого не ругаюсь абсолютно веду себя нормально, трезвый как папа Карло, вот и все это называется, знаете, пасты купил да лучше день с нечищенными зубами посидеть ой, боже ж ты мой а вот смотрите если бы работало вот это нормально вас бы не дергали и может быть где-то действительно какое-то преступление происходит а я в суд подам две базовых пускай мне компенсируют вот это стояние я потерял время здесь будут компенсировать я не поленюсь я не пожалею вот принципиально я не знаю ничего и я не знаю про mac для меня это такое то отменяется это было бы не как бы не